Одному мужчине предсказали, что в 50 лет он встретится с главной женщиной своей судьбы. Прошло 20 лет и предсказание сбылось. Хотя сам человек позабыл о нем. Он работал, достигал, добивался, заботился о семье, деньги добывал, ездил по командировкам. С женой он хорошо жил, но как-то мало общался. Как-то не особо проявлял эмоции. Он работой был занят. А потом инфаркт случился. К счастью, небольшой. И он занимался здоровьем, лечился. Потом в спортзале он по совету врача стал заниматься физкультурой. Увидел в зеркале седого пожилого мужика. И не сразу понял, что это он и есть. Он сам. И тут он впал в такую депрессию, что просто ужас. Жизнь-то прошла почти, а он и не заметил. Дети выросли и живут отдельно. Жена хорошая женщина, но тоже они почти отдельно живут, хоть и в одной квартире. Предприятие работает, но понятно, что достигнут потолок. И нет смысла вкладываться. Пусть идет, как идет. Но вот он вспомнил предсказание и усмехнулся. Ему пятьдесят лет. Какая еще главная женщина его судьбы. Никого он больше не полюбит. Нет в сердце места для кого-то еще. Да и сердце изношенное. Не молодое сердце-то. Не любить им надо, а лечить его. Но знаете, предсказание сбылось. Через месяц у сына с невесткой родилась девочка. Маленькая такая, крошечная, с жидкими младенческими волосиками и с пальчиками. Маленькие-прималенькие пальчики. А на каждом пальчике ноготок розовый. Тоже махонький. И этими пальчиками главная женщина судьбы схватила дедушку за палец крепко и держит. Смотрит прямо в глаза и улыбается. Скажете, такие маленькие младенчики не умеют улыбаться? И всю депрессию как рукой сняло. Вот этой самой младенческой крохотной ручкой. Дедушка почувствовал необычайный прилив сил. У него появилась главная женщина судьбы. Он это почувствовал. И он начал жить. Изо всех сил. Второе дыхание открылось. Смысл жизни иногда обрести очень просто. Когда есть любовь к чему-то или кому-то. Сильная любовь. Настоящая. Когда есть главное в жизни. Главный человек или главное дело. Ради них и живешь. И сердце исцеляется. И возвращаются силы. Пока нас кто-то держит за руку или за палец, мы живем. Так все устроено на земле. Автор Анна Кирьянова Перерез. Вот из-за болтов. А.